Девушки отдыхают Что я могу для вас сделать? Вас что-то беспокоит? Сара, я начинаю задаваться вопросом, найдем ли мы его. Он все время на шаг впереди нас. И у него есть эти чертовы геты. Мы уже близко, Гарус. Мы найдем его. Мне бы ваша уверенность. Я просто не могу смириться с тем, что он уйдет после всего, что сделал. Я знаю, вы делаете все, что можете. Если кто его может поймать, то это вы, но... Если я еще чем-нибудь могу помочь, чем-нибудь, просто скажите, что надо сделать, и я сделаю. Я понимаю ваше беспокойство, но мы его найдем. Главное, будьте готовы, когда придет пора. Да, Мэм. Можете на меня рассчитывать. Спасибо, что выслушали. Я это ценю. Можно задать вам вопрос, капитан? В чем дело? Вас не беспокоит то, что Совет может защищать Сарана? Я к тому, что больно уж они все затягивают. Что если мы его найдем, притачим на цитадель, а они откажутся что-либо делать? У меня такое впечатление, что это не вопрос. Говорите откровенно, Гарус. Может быть, не стоит давать им такой возможности, капитан? Я считаю, Саран слишком опасен, чтобы оставлять его в живых. Слишком многое может случиться. Он сбежит или Совет его отпустит. Если мы его найдем... Когда мы его найдем, я хочу быть уверен, что мы его остановим. Навсегда. Если Саран не станет слушать, если он меня вынудит, я убью его без раздумий. Но только если это будет необходимо. Но какой смысл оставлять его в живых? Это только даст ему шанс сбежать или убедить Совет в своей невиновности. А как же Геты? Вдруг они попытаются его отбить? Мы знаем о планах Сарана больше, чем кто-либо. Но что мы знаем? Если мы его убьем, то так ничего и не выясним. Да, я понимаю, о чем вы. Вы уверены, что нам еще есть что узнать? Помимо того, что он чертов шизофреник. Может да, может нет. Но рисковать я не хочу. Да, мэм. Почему он никогда меня не слушает? Шепард. Вам больше нравится быть наемником, чем помогать своему народу? Я воин. Это моя жизнь. И вас совсем не беспокоит, что станет скроганами? Какого черта вы от меня хотите, Шепард? Я устал подставлять свою задницу и ничего за это не иметь. То есть вы просто бросили свой народ? Я бросил драться за проигранное дело. Я не герой, Шепард. Короче, проще убивать за деньги. Вы не думали о том, чтобы помочь своему народу? Стараюсь не думать. Но тут много наемников-кроганов. Все время натыкаешься. То и дело мне платят за то, чтобы я их убивал. Но я же профессионал. Врагов не выбирают. И ваш народ правда вымирает? Мы слишком рассеялись. До встречи, Рекс. Шепард. Ну, в общем, врагов не убирают, все дела, бла-бла-бла. Капитан. Так. У вас есть минута поговорить с глазу на глаз? Мне надо возвращаться к своим обязанностям, Шкипер. Винтовки ждут. Но я не против поговорить попозже. Вы свободны, сержант. Мэм. Ага. Веселые у нас ребята. Ладно, давайте уже, наверное, пойдем подальше. Я, как и обещал, продал все этому гаду. И теперь у меня куча свободного места в инвентаре. Наконец-то я не обременен ничем. Ну что ж, наша основная задача сейчас очень проста. Нам нужно найти что-нибудь интересное. И проще всего это сделать по сюжетным миссиям. И знаете, есть у меня одна такая. Так, астероид мы спасли. Больше здесь, по-моему, ничего нет. Здесь есть утопия. Ну, утопии, кстати, мы, по-моему, не были. Аркадия. Необычно крупная планета земного типа, плотный атмосферный слой, который содержит азот и гелий. Поверхность температуры, которая чрезвычайно высока, состоит большей частью из щелочного базальта. Часто встречаются залежи различных металлов. Несмотря на впечатляющие базальтовые колонны, создающие красивый пейзаж, недружелюбная окружающая среда содержит коммерческое развитие Аркадии. По-моему, я это читал. Ну да, здесь Иден Прайм. Да, всё-всё-всё-всё-всё. Понял-понял, молчу. Всё, я читал это, я понял. Всё, тихо. Полетели дальше тогда. В местном скоплении мы были. На Сатадель мы ещё полетим. Лярату с Сони мы ещё вызвали. Гамаиды, окей, бетатики. Давайте полетим туда, где говорят по-английски. Млечный путь. Это Гидра. Давайте перелетим в систему Гидра. Вармаль обладает толстым слоем атмосферы, содержащей азот гелий, поверхность температуры которой чрезвычайно высока, состоит большей частью из оксида алюминия. Встречаются залежи буры. Или буры. На планете существует обширная сеть подземных пещер, образовавшихся в результате вулканической активности за более чем тысячелетний период. В этих относительно прохладных областях развились некоторые примитивные формы жизни. Итак, на этой планете нас что-то ждет. Но давайте тогда сначала посмотрим остальные. Сиба. Сиба. Обычный газовый гигант похож на Нептун. Верхние слои водородной гелевой атмосферы планеты имеют ярко-синий оттенок из-за примеси Авинтана. А нашли концентрации гелий высокие. Так что будем добывать отсюда гелий. Окей. Теяра. Это крупный газовый гигант, атмосфера которого содержит в примесиах лора и натрия в верхних слоях атмосфера планеты. Так что содержится значительное количество водяного пара. За последние сто лет Теяра перенес удар астероида, имевшего диаметра не менее 12 километров. Резкое повышение температуры, вызванное прохождением астероида через атмосферу, стало причиной мощных бурь в районе экватора. Канрум – небольшая скалистая планета с крайне разряженной атмосферой из метана и криптона. Поверхность состоит большей частью из магния и силикатов. Встречаются залежи углерода. Канрум стал местом победы турианских миротворцев над полководцем Шьягур во времена восстаний Кроганов. Отряд Шьягур был относительно небольшой, но Шьягур была женщиной, причем одной из последних кроганских женщин, способной приносить потомство. Используя свой уникальный статус, она добилась высокого положения среди Кроганов. Мужчины Кроганы сражались за право находиться в ее отряде и иметь от нее потомство. После известия о гибели Шьягур, многие жаждущие мести Кроганы дали клятву заплатить за ее смерть кровью турианцев, участвовавших в том сражении. В результате несколько тысяч турианцев были жестоко убиты вероломным путем или в открытом бою, по сей день многие Кроганы с гордостью утверждают, что в них течет кровь Шьягур. Найдена турианская эмблема. Во время сканирования планеты Канрум на ее орбите был найден сильный источник радиации. Во время последующего сканирования старший инженер Адамус обнаружил старую боеголовку, отмеченную эмблемой колонии Парфия. Ну и теперь давайте уже на Медгос переместимся. Внимание, опасность высокой температуры второго уровня. Медгос — это крупная планета земного типа, атмосфера которой содержит углекислый газ и азот. Поверхность температуры, которая очень высока, имеет высокую концентрацию никеля. Встречаются залежи калия и тяжелых металлов. Планета является настоящей минеалогической находкой, так как в результате вулканической активности на поверхности постоянно оказываются руды с высоким содержанием тяжелых элементов. Медгос — недружелюбное, опасное место, поэтому исследовательские команды должны состоять из хорошо подготовленных людей. Большая масса планеты, облака, удерживающие тепло, и постоянная вулканическая активность могут сделать из Медгоса некое подобие Венеры. Присемляемся на эту веселую опасную планету и надеемся, что мы и таки профессионалы. Ну что ж, сохраняемся. И давайте пойдем сразу к аномалии. По-моему, на уровне опасности два. Да, здесь нельзя долго находиться без автомобиля. Без мака нашего. Без него мы будем самую малость терять хпшечку. Точнее, умрем, по-моему, при полном наборе. Я не помню, кстати, что будет, если полностью наберется негативный эффект вот этот. Да и не сильно хочу, знаете ли, проверять на самом деле. Не, можно, конечно, мне не сложно это сделать. Но я, наверное, это сделаю на другой планете, где уровень опасности будет 3 и будет быстрее набор идти все же, нежели у меня сейчас. Ну давай, заезжай уже, ёпараса-то. Все. Боже ж ты мой. Ты заехал или нет? Отлично. Обследовать. Ой. Так, найдена натурянская эмблема. С виде обломков вы нашли очень старое письмо с эмблемой колонии Готис. К сожалению, текст письма расшифровать невозможно. Но зато мы получили довольно много всякой плюшечки. Как бы, почему бы нет. Ладно, попробуем вот сюда пробраться. Там по кругу как-нибудь. Ну, в общем, разберемся. Ладно. Здесь, по идее, должно быть много месторождений. Поэтому не мешало бы хорошенько изучить эту планетку. Но такое. К счастью, наш мако не может повредиться на этой планете. Кстати, по-моему, на какой-то планете он повредится. Может, а может и нет, я уже не помню. Если честно, по-моему, не может, в принципе, повредиться от внешних параметров. И вроде бы ни на какой из планет нет таких параметров, с помощью которых он мог бы повредиться. С исключением одной, где можно просто-напросто упасть в бездонный обрыв. Там будут как бы такие обрывы. Насколько мне не изменяет память. Опять-таки, я плохо помню, но насколько мне не изменяет память, там такие есть. Вот когда вот падаешь в бездонный обрыв, ну, я думаю, вы понимаете как бы, да, логику. А вот. Это будет зимняя планетка такая. Очень прикольная. Красиво сделанная, кстати. Думаю, что всем вам, в принципе, понравится. Ну, по крайней мере, точно тем, кто любит, скажем так, зимнее время года, она обязательно понравится. Остальным не уверен. Но сделано красиво. Там, по-моему, как раз и будет у нас уровень опасности 3, ну, или 2. Я помню, что там было очень холодно. И ничего приятного мы точно там не увидим. Но миссия будет интересная. И довольно, кстати, долгая. Наподобие той, что была с астероидом. Так, ясно-понятно. В эту сторону нам бесполезно дальше двигаться. Будем двигаться в эту. И надеемся, что найдем какие-нибудь залежи чего-нибудь. Окей. Пока мы нашли только, как малость развернуть мака. И больше, собственно, ничего такого мы не нашли. Оказывается, вот так он у нас разворачивается. И это очень хорошо, на самом деле. Но не в данном случае. Так. Есть здесь хоть какие-нибудь залежи? Или я просто бесполезно езжу тут по краям? Все-таки я надеюсь, что какие-нибудь залежи я все-таки найду. Таки все. Все-таки. Все-таки. Потому что если нет, то это как-то малость обидно. На самом деле, знаете, похоже на какой-то астероид. И да, я кое-какие залежи таки нашел. Я надеюсь, что они не вот там. Но походу я... Такие... Такие неправ. И залежи снизу. И это у нас... Что это? Прицельцы тоже. Что это? Это ртуть. Что, тебе недостаточно ровно? Так ровнее? Отлично. Разведать. Скопаемые. Твою налево. Ладно. Песторождение ртути, естественно. Но получили 6000 и куча экспириенса. А, вот. Кстати, да. Я продал кучу всего того, что у меня было. И где-то в итоге у меня получилось около 300 штук на продаже всех этих... Вещей, всех пушек, всех... Я, короче, решил продать все-все-все-все-все-все-все пушки, которые были ниже пятого уровня. И все, соответственно, улучшения, которые тоже ниже были пятого уровня. Я, короче, к хренам вообще все продал. Забил на все. И... Просто обогатился. На тот случай, если мне понадобятся деньги. Например, на цитадели купить более совершенное оружие. Оно там, кстати, есть. Оно, по-моему, стоит несколько сотен тысяч. Каждая там часть этого вооружения. Там, по-моему, броня. Там же, по-моему, идет этот штурмовой автомат. И, соответственно, хорошая винтовка тоже будет. Я думаю, что я куплю там только дробовик, скорее всего. И куплю при этом... Что-то как-то у нас мака прям совсем развернула. И куплю при этом, соответственно, винтовку, дробовик и, наверное, все-таки броню. Если она не хуже нашей, конечно же. Хотя вот этого я уже не помню, но надо будет поглядеть. Так. Кстати, я, знаете, я забыл, на самом деле, где покупать... У кого покупать... Эти... Как они называются-то? Улучшения для нашего секретного агента, чтобы он мог нам спокойно выдавать более хорошее оружие. То есть такое, которое, например, запрещено, с черного рынка там и так далее. Вот это я уже подзабыл. Кстати, если кто помнит, скажите мне, пожалуйста, в комментариях. Это мне реально пригодилось, потому что он может доставать хорошие предметы. Вот. Что-то как-то я много говорил опять. Пока здесь ничего не вижу интересного, если честно. Поэтому не знаю, есть ли о чем-то смысл особо здесь болтать. И мне надо будет, наверное, скатиться с этой горы и посмотреть, что там же все-таки за сигнал бедствия такой. Пока что мы на нее заедем. Заедем и увидим, что там, собственно, нихрена-то толком и нету. Давай-давай-давай, я вижу, что ты можешь здесь заехать. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Кабум. Как же нас швыряет-то, мама дорогая. Ладно, что там, собственно, за сигнал бедствия-то? Полетели И зато рядом с сигналом бедствия Кстати, сразу минерал есть Давайте сохранимся заранее Сначала возьмем минеральчики Не только у тебя Почему-то мне кажется, что здесь замешаны молотильчики Хотя, кто знает С рождения Тория мы нашли Вот Легко было все это сделать Так, разворачиваемся Еще раз сохраняемся И уже едем К нашему сигналу Что же там произошло такое Ой Всего-то Вы видали, видали, да, да, да Видали, как я уклонился Не, ну вы видали, да Это был прям такой разворот Уклонение Вообще прям Ух Так, ладно Ловушка Гет и все дела Нужно будет их сейчас поубивать Самую малость Остался всего один И тот мимимишный робот Которого я относительно легко убью А теперь давайте проверим Наших людей Это нифига не круто Если честно Поэтому Такое Ну ладно Давайте теперь Полетим на Феникс И Здесь у нас Все будет по-английски Ну Субтитры как бы По идее русские Но В целом Все будет по-английски Ну За исключением планет Самих, конечно же Хотя Нет Планеты Тоже Вот Атмосфера Так Похожая на Землю Ты-ты-ты-ты Человеческая Канализация Я говорю Колонизация Имеет пять городов Короче Бла-бла-бла И имеет Короче Исследовательскую станцию Все дела Бэбинок Небольшая планета Земного типа Тонкий атмосферный слой Который содержит Криптон и Ксенон Холодная поверхность Состоит в основном Из углеродистых Соединений Водяного льда И легких силикатов Изредка Встречаются Богатые залежи Легких миниталов Возникшие В результате Столкновений С астероидами На поверхности Одного из полушарий Вебинока Находится большое Количество залежей Окислившейся меди Около 270 лет назад В системе Феникса Пираты атаковали Турианский Газоналивной Танкер Получив повреждения Корабль совершил Вынужденную посадку На Вебинок В результате Нагрева Вызванного посадкой Значительное количество Льда на поверхности Расстаяло А емкости Жидким кислородом Который перевозил Корабль Прежде чем преодолев Прежде чем преодолев Слабую гравитацию Вебинок Улетучился С поверхности Планеты кислород Стал причиной Обширной коррозии Вот Такие дела Ладно Месторождение Кобальта мы обнаружили И на том спасибо Следующая планетка Это Сельсата Сельсата Обычный водород Гелевый газовый гигант Планета ничем не примечательна Ну и хрен с ней Соответственно Так Здесь у нас что Тунтау Тунтау Огромная планета земного типа Отличающаяся низкой плотностью Обладающая толстым Атмосферным слоем Состоящим из металла Из метана И гелия Несмотря на удаленность 20ае от феникса Мощность излучения Звезды и толщина атмосферы Сделали климат На этой планете На удивление умеренным Каратин Тунтау Состоит в основном Из натрия И кремнезема Встречаются залежи Различных легких металлов Несмотря на то Что Тунтау Необитаемым В благоприятных Климатических условиях Сделали ее Популярным местом Для разрядки двигателей Небольших кораблей Следующих Через скопление Ро Аргус Вот Ну давайте Просто приземлимся Посмотрим Что там есть Интересного На каждой планете Что-нибудь есть Всегда Но Не всегда полезно Так И вот пожалуйста База наемников И аномалия Давайте сразу На базу наемников Сгоняем Почему бы нет Вот прям Сходу Вот давно мы так не делали Знаете Сразу на задание Просто вот Хоп и все И мы на задании Так Я надеюсь Эта база наемников Будет хотя бы Интересным заданием Ну наемники же Все таки А не Какие то там Инопланетяне Хотя Инопланетяне Тоже могут быть Наемниками Что самое интересное Уиии Ты тысяч Ух ты Пираты Пираты Крыбского Моэра Как он там Улетает Ё просто Ну встретили нас В общем то Уже Недружелюбно Так что Я не думаю Что есть Какой то Шанс Так сказать На мирное Разрешение Событий Вот это место Мои доспехи Где то здесь А даже А даже так То есть Это Все Понял Ясно Понятно Ясно Понятно Я то думал Что это за место Прям как я угадал Что я сегодня Как раз хотел Пойти за доспехами И знаете Вот как то Прям угадал Угадал Так Что то я не понял А где все враги Ясно Понятно Во-во-во-во-во Прямо Так, извините за молчание, просто Надо как-то поаккуратнее мне, в общем Ау Так, устанавливаем все щиты Так, здесь все Что-то мне не очень понравилось Вся эта битва Что-то их здесь как-то многовато Самого малости Еще один пират, отлично И воскресим наших ребят Это Гарус был Лол Так ясно, понятно Этот на втором этаже, этот на первом Надо побить вот этого, который на первом этаже Отлично И теперь ведем за последним Который пока вроде к нам не спустился Спустился этот снайпер И мы закончили Ух и отлично Просто замечательно Даже все живы Ну, на самом деле Гарус умер Кого это волнует Ладно Так, открыть ящик, забрать Армированный ящик Недостаточный уровень навыка Показывайте путь Печалька Ладно, на верхний этаж пойдем Значит, скорее всего там Лежит наша штука Которая нам нужна Думаю, там мы ее и возьмем Надеюсь на это И скорее всего броня Либо лежит там Либо ее там нет Третьего не дано, скорее всего О, вот стерна с горючим Аж целых три штуки В тот момент, когда надо было изучать Все-таки Где все и вся И можно было бы легко убить их Ой Главное вот так Ух Как бомболуло Так и Рекс, уйди Ё-моё Чего ты мне все время мешаешь Красиво Красиво Ну и собственно Стенной сейф, конечно Ясно, понятно Куча всего здесь лежит Куча всего полезного Давайте сохранимся На всякий случай Так, ручное отключение Естественно Выбираем Вообще Как нифиг, нифиг Вольфрамовые патроны Протонные патроны Вот они Нахрена Мои предки Носили это барахло Но по крайней мере Я его вернул Я рада, что помогла Вам их вернуть Вы начинаете Мне нравится Шепард Рекс касается Оспехов своего деда Его лицо становится Задумчивым Кругленно редко Показывают эмоции Рекс стряхивает Себя от сопенения И сжимает Оружие в руке С какой-то Новой решимостью Пора двигаться дальше Ну что ж Мы помогли второму Нашему другу Ну, помогли уже Гарусу Теперь мы помогли Рексу И оба теперь друга На нашей стороне И готовы сражаться За нас И отдать жизнь За нас Потому что мы вернули Им то, что они хотели То, что они давно Потеряли Либо то, что они Давно жаждали Ну и в случае Если брать Рекса То мы вернули ему Броню А если брать Гаруса То мы убили Очень злого доктора За которым он охотился И так не смог его поймать В прошлый раз Но благодаря нам Мы его таки поймали И смогли Собственно Убить Хотели Правда Мирно спасти Но Не получилось Ну, знаете Так бывает Так вот Взять все И давайте посмотрим Что у нас вообще появилось Есть ли что-нибудь Как вы видите У меня здесь Вообще ничего не осталось То есть Нет в принципе ничего Поэтому Такое Вот Наконец-то Мы можем поставить Ученый седьмого Совет Сориса И поглядеть Нет ли что-нибудь На Турианца Нет ли что-нибудь На Турианца Интересного Нет, вроде нету Есть вот Так вот эти вот вещи Пистолет Который будет Наносить больше урон Но особого Смысла в этом Я не вижу Также посмотрим Что есть У нашего Хорошего друга Дробовиков у нас Кстати нету Что самое интересное Так, здесь ничего нету Здесь Ундеркинд В принципе Даже не думаю Что есть смысл Менять на Вот эту штуку Ну, естественно Брони у него Тоже нету Никакой А, ну и вот Соответственно Сумма Которая у меня На данный момент Здесь накопилась И куча Унигеля Куча всего В принципе Вообще Как нифиг нафиг Все это накапливать Серьезно Я не знаю Как могут у кого-то Возникать какие-то Проблемы с этим Но тем не менее Так, ладно Первая помощь Либо боевая подготовка Либо здоровье, да Давайте вот так сделаем Перелив Пусть будет у нас Я думаю Думаю Что это полезное Умение Забрасывает Время Всех Навыков Так Что у тебя Мы сделаем Тактическая Броня Нет Так Увеличивает Урон от взрывов При использовании Технических Навыков Увеличивает Радиус Саботажа При каждом Использовании Первой помощи Давайте Он у нас будет Таким Техником Хорошим Агент-Урианец Так У Рекса Что мы можем сделать Стазис Сделать Либо Барьер Сделать Вот Думаю Повысим К моему С вами Барьер Чик Это будет Иметь смысл Вот Такие вот Пироги Друзья Такие вот Пироги Так И нам Нужно Получается Доехать По прямой Фактически Не сбрасывая Скорости До Следующей Точки Назначения Чтобы там Забрать Что-нибудь Я уже Даже Если честно Не особо Знаю Есть ли нам Смысл Какой-то Искать Какие-нибудь Залежи Ну Нет Конечно Для полного Достижения Там Получения Достижений Если Кто не знает Я уже Не помню Правда Где здесь Есть там Короче Такая штука Где показываются Достижения И Вот в этих Достижениях Есть там Например Собрать Все эмблемы Собрать Все Ископаемые Все тяжелые Ископаемые Легкие Средние В общем Геморрой Тот еще На самом деле Но для этого Нужно Тупо Исследовать Абсолютно Все Абсолютно Каждую Планету Находить Абсолютно Каждый Минерал Абсолютно Каждое Все 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 Вот это Исследовать И только Потом вы И получите Данное Достижение Но естественно Имеет оно Смысл Только в Ориджине Конечно же Потому что В стиме Насколько мне Не изменяет памяти Этих достижений Просто Напросто Нету В пиратках Они Как бы Засчитываются Но Тоже Особого Смысла Под собой Как говорится Несут Вот Мы нашли Еще одну Пирамиду Что доказывает Что пирамиды Строили Нифига не люди На самом деле Это ни хрена Не доказывает Но Мы поняли Суть Так Что у нас Здесь есть Обследовать Азарийский Контейнер Найден артефакт Найдены записи Матриарха Среди личных вещей И покойного Вы нашли Фрагмент записи Матриарха Дилинаги Возможно Он был обнаружен В близлезающих Руинах Вот такие Вот Такие Вот пироги Вот Я не знаю Есть ли здесь Смысл Еще Сильно Что-то искать Давайте прокатимся Вот в этот угол Просто посмотрим Может быть там Что-то есть Может быть там Ничего нету Я не знаю Я не уверен Но почему бы Лишний раз Собственно Не прокатиться Как бы мы Время с вами Все равно Особо не теряем Да и следующее Задание будет уже На Глассифицированной Планете Которой По-моему Нет перевода У нее Если я не ошибаюсь Поэтому Такое Печально В общем Вот Тем временем Мы нашли Кстати Залежи Ископаемых Я думаю Сейчас мы Их возьмем Серии Кстати Теперь будет Довольно Разного Количества Ну то есть Не всегда По часу Как у меня Были раньше Могут и По полчаса Быть Потому что Я не всегда Сейчас буду Успевать Нормально записывать Буду конечно Стараться Записывать Где-то По часу Но Как получается Ребят Если что Извините Итак Ископаемые Ископаемые Пожалуйста Нашли Место рождения Артути Замечательно Поехали дальше Найдем ли мы здесь Еще что-нибудь Интересное Вполне возможно Что да Вполне возможно Что нет Разницы особой Не будет Но В принципе Это дает нам Неплохо Опыта И дает нам Неплохо Денег По 6000 Теперь за каждое Место рождения Дается Что Меня лично Вполне Они себе радуют Кстати Какой мы Левел Ты вообще Набили Так Чисто ради Интереса А 31 уровень Уже Неплохо И кстати Вот отступника У меня мало Героя Много Как я в принципе И говорил Примерно Так и получается Очень много Мы набрали Отступника За то Что я там Убился В начале Какое-то Животное Даже Не одно По-моему И Также Много Я набрал Отступника За какое-то За какое-то Конкретное Действие Я кого-то Тоже Там Убил И Получилось Там То ли 12 Или 18 Отступника Это Довольно Много За раз В любом Суча Отступник Будет Сам по себе Набираться Вне Зависимости От того Даже Будете Если Вы Абсолютно Все Делать Хорошо У вас Все равно Будет Отступник Потихоньку Набираться Но Очень Медленно А вот Это Сделано Для того Чтобы Вы Смогли Прокачать Реплики Отступника И Реплики Соответственно Хорошего Персонажа То есть Героя Какой-то Здесь Туман Такой Причем Если Вот Ну Можно Увидеть Четкую Грань Если Вот так Вот Делать Не знаю Видите Ливы Ее Сами Я Лично Это Ее Вижу Поэтому Такое Чет У меня Знаете Такое Ощущение Что Здесь Где-то Молотильщик Должен Быть Ну Чисто В Теории Мне Хотелось Быть Чтобы Он Здесь Был На самом Деле Дает Неплохо Опыта Так По-моему Его Здесь Нет У Это Было бы Конечно Неплохо Его Встретить Примерно Молотильщики Появляются Кстати Вот На таких Открытых Пространствах Далеко Не на Всех Планетах Как Вы Видели Мы Встретили По-моему Всего То ли Двоих То ли Троих Молотильщиков За все Это Время Они Довольно Редкие Существа Ну Как Редкие В принципе Их Много Конечно Имеется Ввиду Что Они Редко Встречаются В данной Игре Но Если Встречаются Они Могут Дать Вам По башке Если Вы Не Умеете С ними Обращаться Но Как Вы Видели В принципе Это Не Так Сложно Сделать Достаточно Просто Спокойнейшим Образом Не Подходить К нему Близко И Дамажить Его Вот Этой Пушке Тогда У вас Не возникнет Абсолютно Никаких Проблем С ним И все Будет Действительно Хорошо В принципе Я считаю Что мы С вами Все Здесь Делали Сейчас Я вот Туда Еще Прогуляюсь И На этом На этом Наверное Все Потому что Больше Здесь Ничего Такого Не Вижу Если Конечно Передо мной Молотильчик Сейчас Не выскочит Было бы Смешно На самом деле Не очень Смешно Но Такое Так Ладно Вроде бы Здесь Нету Больше Ничего Нашли Мы Собственно Здесь Одни Залежи Больше Залежей Я здесь Не вижу Да Карта Закончилась Так что Возвращаемся На Нормандию И На этом Собственно Заканчиваем Серию Я думаю Так что Всем спасибо За просмотр С вами был Как всегда Дезертир Всем удачи И пока Пока Дорогие Друзья